Уважаемые студенты 3 и 4 курсов специальности История, мы с вами продолжаем изучение дисциплины под названием Академическое письмо. На предыдущем занятии мы с вами говорили о библиографическом поиске и об оформлении библиографии из ссылок. Сегодня же мы с вами поговорим о научных библиотеках и электронных базах данных. Это тема номер 9, а видео лекция номер 10. Цель нашей сегодняшней видео лекции изучить принципы работы научных библиотек, усвоить понятие электронной базы данных, а также рассмотреть вопрос о важности цифровой грамотности современного исследователя. Сегодня у нас в плане два вопроса. Первый принципы работы научных библиотек и второй электронной базы данных, цифровая грамотность исследователя. Начнем с тестов лекции, с первого вопроса принципы работы научных библиотек. Итак, определение. Научная библиотека – это библиотека, обеспечивающая развитие науки, удовлетворяющая информационные потребности научных учреждений и отдельных лиц, связанных с исследовательской деятельностью на основе соответствующего фонда и информационно-поискового аппарата. Видите, на картинке очень хорошо показано, как выглядит типичная, достаточно научная библиотека современная. Эта картинка еще интереснее, да? Здесь книги расположены панорамно, на нескольких уровнях, а это вот столы для исследователей. Таким образом, научные библиотеки отличаются от других типов библиотек разным отношением читателей к книге. Деятельность их направлена на удовлетворение информационных потребностей читателей, связанных с научно-исследовательской работой, с расширением профессиональных знаний и повышением квалификации лиц с высшим образованием во всех сферах общественной и производственной деятельности. В отличие от массовых библиотек, научная библиотека предполагает наличие у читателей осознанного стремления к самостоятельному освоению науки на исследовательском уровне, тогда как массовые, или, как говорят на западе, публичные библиотеки на уровне популярном. Электронные библиотеки представляют собой формы сложных распределенных информационных систем, предоставляющих новые возможности работы с неоднородной информацией и рассматриваются как основа создания глобального распределенного хранилища знания. Первые электронные каталоги появились в библиотеках Соединенных Штатов Америки в 1970 году. Видите, какой замечательный коллаж, да? В экране ноутбука современного компьютера видите, находятся разного рода книжки. Это символ, так сказать, такого цифрового хранения разного рода источников. Появление первой электронной библиотеки относится к 1971 году, когда Майкл Харт, в то время аспирант Иллинойского университета в США, в лаборатории исследования материалов положил начало проекту «Гутенберг», целью которого была оцифровка книг первоначально классической англоязычной литературы. Вы, наверное, помните, да, кто такой Иоганн Гутенберг? Это первопечатник, тот самый, который печатал самые первые книги. Вот «Библии Гутенберга», первое издание еще середины XV века, они до сих пор являются ценнейшими книгами в научном мире, в академической среде. Майкл Харт назвал свою инициативу «Проект Гутенберг» в честь знаменитого первопечатника. Постепенно проект расширялся, к нему присоединялось все больше участников. До 1989 года тексты книг набирались вручную. Затем стали использовать сканеры и программы распознавания текстов. Проект «Гутенберг» существует и по сей день в виде некоммерческой электронной библиотеки. Перед вами логотип «Project Гутенберг» по-английски «Project Гутенберг». А также у вас есть перед вами ссылка www.gutenberg.org. Это режим доступа к электронной библиотеке «Project Гутенберг». Это некоммерческая, то есть совершенно бесплатная электронная библиотека, которая была создана еще почти 50 лет назад и существует до сих пор. И мы переходим ко второму вопросу. Электронные базы данных. Цифровая грамотность исследователя. Электронные библиотечные системы представляют собой качественные полнотекстовые ресурсы научных публикаций. Из научных библиотек открытого доступа самыми популярными, по крайней мере в русскоязычном мире, являются и «Лайбрари», и «Киберленинга». У большинства высших учебных заведений заключены договоры с одной или несколькими платными библиотечными системами из числа следующих. Они же представляются наиболее популярные. «Университетская библиотека онлайн», «Юрайт», «Руконт», «Электронная библиотека диссертации РГБ», «Российская государственная библиотека», «IPR Books», «Знаниемком», «JSTOR», «Proquest» и «Proquest Muse». То есть три последние содержат публикации на английском языке. Что касается нашего университета, Октюбинского регионального университета имени Казбергена Жубанова, то у нас тоже есть заключенные договоры, в частности с электронной библиотекой «Ирбис». Ссылку на нее вы можете найти на официальном сайте нашего университета, на главной странице. Если вы пройдете по линку «Библиотека», то там внутри выйдет электронная библиотека и библиотека «Ирбис». И, соответственно, внутри есть электронные каталоги. Вы можете найти нужную вам литературу по той или иной отрасли науки. Для доступа к этим базам учащимся и сотрудникам следует получить логин и пароль в отделе библиотеки ВУЗа, либо воспользоваться компьютером, находящимся в сети ВУЗа. Фонды электронных библиотечных систем регулярно пополняются электронными версиями, монографии, учебников, научных журналов, справочников, научных статей и диссертаций в различных областях знаний. Функция расширенного поиска позволяет быстрее отобрать нужные работы. В зависимости от конкретной электронной библиотечной системы, вы можете пользоваться материалами только в режиме чтения онлайн, либо загрузить их на свой компьютер или мобильное устройство и работать с ними офлайн. Сервис личный кабинет при этом позволяет вам создавать собственные тематические коллекции, делать закладки в произведениях и сохранять цитаты в привязке к произведениям и страницам. Итак, если вернуться вот к этому абзацу, мне это напомнило то, что наш университет находится вот в таком творческом сотрудничестве с издательством Эпигров, и у нас можно получить промокод и войти в электронную базу данных издательства Эпигров, где содержатся электронные варианты, электронные учебники записанных в видеокурсах преподавателями нашего университета. В том числе там есть электронный учебник по моему курсу «Современные США». То есть можно получить этот промокод и, соответственно, входить, если вы студент или преподаватель нашего университета, можете входить и выбирать учебник и начинать его изучать в электронном виде, выполнять задания и так далее. А главное, что вы можете это делать совершенно бесплатно. Сегодня все академические тексты создаются при помощи компьютера. Текстовые процессоры позволяют существенно ускорить процесс создания конечного продукта. Набранный текст удобно редактировать, быстро заменять слова на более подходящие, переставлять местами предложения абзацы, вставлять и удалять информацию. Однако стремительная цифровизация, охватившая науку и образование, требует от современного исследователя гораздо более серьезных навыков работы с цифровой средой, чем просто компьютерный набор текста и использование поисковых интернет-систем. Итак, мы подходим к понятию цифровая грамотность исследователя. Итак, понятие цифровой грамотности исследователя, по-английски Digital Literacy, включает в себя, помимо традиционных видов грамотности, умение находить и оценивать информацию на различных цифровых платформах, а также создавать собственный информационный продукт, в том числе с помощью программного обеспечения и онлайн-сервисов. Итак, зафиксируйте для себя, можете сделать скриншот этой странички, чтобы вы смогли легко ответить на вопрос, что из себя представляет понятие цифровой грамотности исследователя. Идем дальше. Итак, цифровая грамотность исследователя способствует быстрому нахождению нужных источников, ясности формировки собственных идей и корректному техническому оформлению текста. Работа тех начинающих авторов, которые не обладают в достаточном уровне цифровой грамотности, часто не соответствует формальным требованиям, предъявляемым академическим текстом, именно из-за неумения пользоваться общедоступными цифровыми ресурсами, компьютерными программами и онлайн-сервисами. Такие работы, даже если в них изложены блестящие оригинальные идеи, содержат множество недостатков, таких как небрежное форматирование текста, путанность изложения, неправильное употребление терминов, пренебрежение количественными методами анализа данных и методами структуризации концепций, использование недостоверных источников, игнорирование индивидуальных источников, ошибки в оформлении библиографических ссылок и списков и, наконец, плагиат. Я как будто типичный студенческий реферат прочитал, какие он содержит в себе ошибки и недостатки. В рукописи статей такого рода, подаваемые для публикации в рецензируемые журналы, разумеется, будут отклонены, а магнитетская диссертация способными недостатками не будет защищена. Более того, она не будет допущена к защите на более раннем уровне, не то что защищена. Создание академического текста по историческим дисциплинам в условиях современной научно-образовательной среды предполагает активное использование соответствующих информационных технологий, электронных источников научной информации, включая библиотечные сервисы и каталоги архивных фондов, многофункциональных текстовых процессоров, компьютерных программ для обработки количественных данных, онлайн-сервисов для создания диаграмм, связей, лексикографических сервисов, система автоматизированного перевода, библиографических менеджеров, генераторов ссылок, программ для проверки текста на наличие заимствований, более известных как антиплагиат и прочее. Все эти технологии, во-первых, существенно облегчают и ускоряют трудоемкий процесс сбора и обработки информации, а во-вторых, помогают оформить ваш текст в соответствии с международными стандартами. Прежде всего, всем современным исследователям, а особенно студентам, стоит напомнить о необходимости критически относиться к источникам научной информации в открытом доступе интернет-сети. Прежде чем включить материалы из интернет-публикации в свою работу, нужно выяснить как можно больше сведений об ее авторе и сайте, на котором она размещена. Очевидно, что сайты правительственных организаций, научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений служат более надежными источниками для вашего исследования, чем сайты коммерческих организаций, персональные страницы и блоги. Если вы не уверены в характере сайта, лучше изучить сведения на главной странице, например, в разделе «О нас» по-английски «About». Часто встречается факт дословного копирования материалов других сайтов, иногда и без должной гиперссылки, что является откровенным плагиатом. Следует проверить наличие идентичного материала на других сайтах и установить первоисточник. Именно с ним нужно работать и именно на него ссылаться в своем тексте. Стоит также обратить внимание на график обновления сайта и на дату публикации интересующих вас материалов. Наконец, у вас должна быть убедительная причина считать именно этот сайт подходящим ресурсом по вашей теме. Например, столь привычные современному студенту материалы из Википедии допустимо использовать только в ознакомительных целях на начальном этапе исследования. В тексте же самого исследования ссылаться на этот ресурс ни в коем случае нельзя. Просто запрещено это делать в серьезном научном мире. Если вы не уверены, что используемый вами сайт является уважаемым источником научных исследований и инноваций в вашей области, то лучше обратиться к таким надежным ресурсам, как электронные библиотечные системы, электронные версии научных журналов и бесплатные профессиональные сетевые сообщества. И в завершении лекции традиционные вопросы для закрепления. Первый. Чем по-вашему характеризуется работа современных научных библиотек? Второй вопрос. Каковы основные принципы работы научных библиотек? Третий. Охарактеризуйте понятие электронный ресурс и электронная база данных. Четвертый. Какие электронные базы данных вам известны? И заключительный вопрос. В чем должна заключаться цифровая грамотность современного исследователя? И также вот список рекомендуемой литературы. Помимо традиционных источников, которые уже рекомендовались к другим темам, я отмечаю работу Богдановой «Электронные библиотеки истории современности». В сборнике «Информационное общество. Образование. Наука. Культура. Технологии. Будущее». Выпуск первый. На этом все. Благодарю за внимание.